Паралимпийские игры В Сочи 2014 российская сборная положила в свою копилку больше 70 медалей, а это чуть меньше 40% от общего количества наград. Ты смотришь на этих ребят, на этих девушек, которые с ограниченными физическими возможностями, но сила воли, дух тот, который присущ спортсменам, у них не меньше, а, наверное, выше многих тех, кто полноценный. Я знаю, как они готовятся, потому что знаком с тем центром, который на базе ФМБА у нас, еще раз говорю, другими словами, чем восхищение, называть итоги Олимпиады не могу. Направление физическое воспитание сегодня среди молодежи – это для нас пример. Те люди, которые сегодня выезжают на соревнования от Красноярского края, они дают нам победу. И это пример не только для Красноярского края, но и для России. Ожидания, безусловно, оправдывают, но оправдывают не только своими медалями, которые они завоевывают, оправдывают прежде всего своим примером, отношением к жизни, своим мужеством. И мы очень надеемся, что сейчас, по окончании игр, будет очень большой резонанс, и люди, которые, может быть, стеснялись, были неуверены в себе, посмотрев на наших паралимпийцев, примкнут прекрасным занятием, спортом паралимпийским в том числе. Прекрасно выступили спортсмены, представляющие Красноярский край. 16-летний горнолыжник Алексей Бугаев в своем первом в жизни паралимпийском спуске стал серебряным призером, уступив чемпиону всего 0,06 секунды. За Алексея болела вся гимназия. Все плакали. Буквально через 10 минут позвонил Леша, тоже сам, весь почти на слезах. Мы с Глебом стоим, тоже плачем. Но эмоции, правда, через край. Первая паралимпиада, первый заезд, первая медаль. Эмоции через край. Сам доволен. Говорит, да, 0,06 – очень обидно проиграть, но… Сразу же после трассы нам удалось ему позвонить по скайпу, только потому, что он украл телефон у тренеров. И поэтому мы с ним созвонились, поговорили, посмеялись. Все ему сказали добрые слова, но вот честно сказать, все девчонки, которые там были, все ревели. Мы ужасно кричали от счастья и радости, а потом просто слезы радости. Это большая-большая гордость за него. Всего же на счету Алексея Бугаева пять наград. Две золотых, две серебряных и одна бронзовая. Тем временем знаменосец российской паралимпийской сборной, самый наш опытный горнолыжник Валерий Риткозубов, завоевал на этой паралимпиаде две золотые награды и одну бронзовую. А вот третий красноярский спортсмен Николай Шувалов в этот раз остался без медалей. Но то, что Николай попал на паралимпийские игры, всего после двух лет занятий горнолыжным спортом, многие эксперты называют огромным успехом.